Вчера не дописал кучу контента, потому что проработки и спать иногда надо. Сегодня уже в 6 проснулся, сейчас вот привез дочь в школу на практику. Пока мы все еще в эгрегоре рабов, хотя хочется, конечно, забрать своих детей, перевести их в онлайн обучение. Но для этого надо, чтобы вся семья этого хотела, а не только я. То есть у меня уже сейчас небольшие расширения происходят, я не могу сказать, что я прям какой-то там распакованный, пробудившийся. Но иду в этом направлении, безумно интересно попасть в другой совершенно эгрегор, в другой портал. И сейчас вот такая мысль, больше даже где-то себе, просто проговариваю какие-то вещи вслух, а они как мантры лучше ложатся. Знаете, когда других обучаешь, на самом деле больше обучаешь себя, начинаешь это принимать. И я почти 30 лет в сетевом бизнесе, и там очень часто так, в сетевом бизнесе, на самом деле он такой интересный бизнес. Туда проходят вот некоторые ключи, которые, к сожалению, без полной цепочки, да, они не работают. То есть они открывают какие-то там небольшие вещи, но ты не попадаешь в нужный тебе портал. Так вот о чем я там говорю, не там, вернее, а там постоянно говорят в этом, в сетевом бизнесе, да, то, что безумие это выполнение одних и тех же действий, ожидания разных результатов. И я много раз это все слышал, и мне казалось, ну, представляете, если я этому обучал людей, что безумие это выполнение одних и тех же действий, ожидания разных результатов. А сейчас сам открываю другую дверь для себя, да, как я уже говорил, мы сильно переоцениваем то, что можно сделать за год, и сильно недооцениваем то, что можно сделать за 10 лет. Вот сейчас пока сюда ехал, прям вот даже из машины, без всяких прикрас говорю, ехал, слушал Матвея Степанова, очень интересные вещи, то есть вот научным языком, кто такие демоны. И я во многом какие-то вещи уже понимал, то есть я, во-первых, это уже теперь глубоко признаю все, что вот там такие люди, как Матвей, как Александр Степанов, да, как Александр Савельев, там, Виктор Алексеев, Павел Дмитриев. То есть есть люди, которые настолько вот они уже расширяются, они видят вот этот спектр, начинают понимать, чувствовать, да, то есть через них они начинают воспринимать как передатчик и транслировать такие вещи. Так вот, теперь я хочу сейчас углубить, да, вот эту тему для себя даже, да, для того, чтобы вот перестать быть безумным. Да, надо перестать делать вещи старого, потому что если делаешь одно и то же в петле, то ты не можешь выбраться, ты в другой портал даже не попадаешь. И получается, надо либо перестать что-то делать, либо надо начать делать что-то другое, что-то новое, что-то по-другому. Прям даже что-то выходит, прям какая-то вот. Так что получается, действительно, обучаю больше себя. Но кто-то тоже может подглядывать, подсматривать. Если вас интересует выбираться, потому что вот этот квантовый переход, сейчас человечество фактически стоит на пороге, потому что я уже говорил, сначала нас размножали для того, чтобы мы помогали передавать жизнь по Вселенной, потому что, ну, есть высокие уровни существ на нашей планете, им не нужны никакие тела, они входят и живут через те существа, которые выделяют энергию. И есть такие примитивненькие создания, вот такие телесные биороботы, как человечество. То есть вот идиоты думают, что мы венец творения, но это те, которые не общались с божественным миром. У тех вот такое, так сказать, уебищное, кастрированное, сузившееся такое вот, как туннельное мышление. Ну, а тех людей, которые понимают, что, во-первых, есть вещи, которые метафизические, да, то есть есть вот такие понятия, как эфир, да, вещество, вибрация, что ничто не появляется из ниоткуда, не уходит в никуда. И понимают, что если ты начинаешь синхронизироваться, то есть ты фактически вибрируешь на тех частотах, на которых вибрируют, условно сказать, ангелы, да, божественные сущности, которые питаются, они тоже питаются, они все тоже, ну, они питаются, когда человек выделяет чувство радости, победы, триумфа, достижений, свершений, научился там и так далее. Вот такие состояния. И фактически они, когда ты в их портале живешь, они тебя и ведут для того, чтобы ты им давал ту энергию, которая заключается как бы вот, ну, как в фильме «Аватар», да, то есть вот заключается вот эта вот связь, проникновение, и они создают тебе в твоем, там, для твоего телесного тела, они создают ситуации людей, обстоятельства, в которых ты снова и снова в этой петле, то есть ты опять достигаешь, ты победитель, тебе там что-то нравится, любовь, там, оргазм, счастье, достижения, вот эти все вещи, фактически ты их выделяешь, и они этим вместе с тобой питаются, и снова тебе создают вот такие же условия. Если тебе нравится пребывать вот в таком эгрегоре, соответственно, ты должен вибрировать на определенных частотах, например, здоровье, это тоже определенная вибрация, и они тебе могут тоже туда тебя засунуть, создать обстоятельства, опять же, там, портал, да, и получается ты как бы в симбиозе, то есть и ты получаешь то, что тебе хочется испытывать, и они получаются через тебя, вот эти самые, там, оргазмы, достижения, победы и так далее. И напротив, если ты вибрируешь там, где там уныние, скука, скорбь, там, тревога, зависть и какие-то ревности, ну, причем зависть тоже может быть и положительная, если ты из этого делаешь какие-то действия, да, а если у тебя просто выделяется гормональная ненависть там к кому-то там, и ты, опять же, с этой энергией просто внутри себя пребываешь, ну, тогда ты дебил. Ну, фактически, если ты вибрируешь на низких частотах там, демонических, так скажем, хотя демоны, это просто тени, тени того же самого творца, которые, ну, создают какие-то заборы там, да, из которых человечество может вот в этой компрессии эволюционировать, развиваться. И, как я уже говорил, вот нас сначала размножали, чтобы мы придумали там электричеству, потом придумали комплютеры, артенет придумали, потом всякие там разные, в этом артенете мы придумывали, ну, как бы, нами точнее, то есть нам просто дают информацию, а мы как бы вот это воплощаем вот в эту реальность, да. И в конечном итоге это все привело к тому, что человечество вышло на уровень искусственного интеллекта. И вот с искусственным интеллектом, что какая-то веха, да, 28 или там 30 ноября прошлого года, наконец-то это все дело обнародовали такие люди, как Илон Маск, такой тоже бесстрашный человек, кстати, очень сильно общающийся с тем миром. И что ознаменовал этот самый искусственный интеллект для обычных людей? Во-первых, сейчас будет эволюционное теперь уже такое, скажем, сокращение численности населения на нашей планете, потому что, ну, оставаться будут на нашей планете люди, которые находятся в абсолютной любви, то есть они гармонично существуют со всей цивилизацией на планете, на нашей планете Земля. И те люди, которые живут паразитическим образом, их, кстати, убирают паразитическими способами, то есть вот на этой вибрации, когда человек паразит, он находится в портале, где, а в человеке куча всяких грибков, хотим мы того или нет, потому что грибы повсюду, это самая большая, ну, так сказать, биомасса нашей планеты, то есть у нас есть высшие грибы, царские грибы, и есть грибковые там всякие, то есть то, что утилизируют, потому что, представьте, вот за всю жизнь на планете Земля, там какое-то гигантское количество, по-моему, больше 100 миллиардов людей здесь жило, вот, и все это, и не только людей, а вся биомасса разлагается как раз тоже грибками всякими разными там, вот, для чего, во-первых, был создан вот этот искусственный интеллект, для того, чтобы, так как мы уже находимся, так сказать, апогей, да, то есть вот гипербола, количеством, они знали, что, ну, вернее, не они знали, они знают божественные сущности, что мотивом для людей являются вот такие там всякие алчности, там страхи, вожделения и так далее, и даже, получается, низкие формы человеческой мысли, они тоже что-то делают из-за денег, поэтому нас размножали, и поэтому здесь есть финансовый ресурс, вот, и вот мы уже построили космические корабли, которые готовы бороздить просторы галактики, и фактически на каждом космическом корабле, в том числе в этом же проекте участвует и Илон Маск, все мечтает построить свои корабли, которые далеко полетят, ну, а так во всех космических кораблях есть грибы, есть их споры, потому что, ну, собственно говоря, нас они вывели в космос, чтобы мы понесли споры дальше цивилизационно, потому что споры не уничтожаемы в высоких температурах и не уничтожаемы, тем более, в замораживании. Замораживание они вообще там выдержат какие-то запредельные, ну, то есть все, что вот есть во Вселенной, самые там минуса, спором похрена, и там 200, около 200 градусов тоже никаких проблем, но в космосе таких температур практически, ну, там, за исключением звезд, практически нету. Поэтому споры, если попадут на любую поверхность в космосе, где есть хоть капельки воды, они начнут то же самое, что они когда-то начали на этой планете, и фактически грибы продолжают свою экспансию, ну, а мы можем продолжать вместе с ними, вот, как это, кто с нами, кто против нас, а кто сильнее, да, лучше, лучше быть в симбиозе с теми, кто, у кого цивилизационный разум миллионы или миллиарды лет, и хотя твоей душе все равно тоже миллионы лет, ну, она до сих пор не может достучаться до тела, потому что все папки зазипованы, ты вибрируешь на том, что тебя специально колониально создавали, все, что в тебя там многократно повторили, ну, может быть, там кому-то сейчас кажется ахинеей, кому-то кажется сумбурным, потому что, ну, да, еще пока я вижу, что мой мозг не работает на 100%, пока я уже говорил, что я распаковался, меньше, чем на 1%, даже, наверное, на 0,1%, но все равно есть какие-то вещи, которые, знаете, мозг уже понимает, а вот ретикулярный аппарат, да, речевые все эти функции, они не справляются, то есть ты не можешь упаковать те вот там огромное количество уже теперь, уже, да, там, мегабайт, может быть, даже там и гигабайт, и передавать это через речевую функцию, ну, можешь просто прикоснуться, почувствовать, сердцем почувствовать, есть ли в этих словах что-то такое близкое к истине, потому что, конечно, у меня еще пока там опыт погружений, то есть звонка Богу около всего там где-то 10 звонков я сделал на разных растениях, учителях, но то, что со мной они делают там, это, то есть не один из людей, а у меня были огромное количество, ну, таких серьезных учителей, я уже говорил, там, и мультимиллионеры, и там, я могу козырять этими именами, я сейчас не буду здесь этим заниматься, но то, что делают, уже то, что в тебе находится, вот, душа, и если когда дух начинается коннектить и начинает раззиповываться вот эта вот папка, папка, конечно, ее тоже там, чтобы это все понять, там, во-первых, даже вот у человечества у нас даже нету, у нас даже нет аппарата, который может одновременно и транслировать, и принимать все те спектры, на которых, так сказать, вибрирует разум во вселенной, то есть мы реально такие урезанные, причем когда душа выходит из тела, когда вот проживаешь вот эту вот смерть эго, да, и каждый такой вот смерть эго, то есть перезагрузка как бы в телефоне, да, происходит там следующее расширение, потому что в душе эти все знания, они уже есть, но там из-за того, что все зазиповано, и только когда она выходит из тела, она, она опять так проснулась, блин, и у нее такое ликование, что наконец-то она вот с этим телом, в котором она сейчас находится, начинает как-то на него все-таки влиять, потому что там про, можно так вульгарно, пропердано, профукано, проебано, огромное количество жизней до вот этого воплощения, и то, на каких скоростях работает, когда душа выходит из тела, то, как она там все это видит, как она понимает, и потом, а ты получается вместе с ней, как бы вот, ну, так как дух-то все равно он и в тебе, и с твоим мозгом они связаны, когда души нету в теле, когда она улетает, и там она это все видит, вспоминает, где она была, вспоминает Творца, вот, у нее там наконец-то такой, блин, неужели я ее разбудила, вот это чмо, потому что, получается, выгодно мы можем идти вместе, вот, вместе с телесным телом, с душой можем вместе, и получается, если тело спит, то душа потом вырывается, опять, опять проебана жизнь, да, и ищет уже следующее воплощение, следующую одежду, хорошо, что душа понимает, что вот это телесное воплощение, в котором она сейчас находится, для нее это просто как миллисекунды, я уже это говорил, то есть там, ну, для, вот, если душе миллионы лет, там, ну, понятно, что там они все разные, разные уровни расширения, и человечество все-таки не самое низкое расширение в этой цивилизации, даже на нашей планете мы видим огромное количество, там, животного мира, и они тоже души, но пока еще не такие расширенные, то есть у них, причем одновременно они являются очень искренними, потому что там вы нигде не найдете гавкающую кошку, мяукающую собаку, вы нигде не найдете, чтобы там на охране перед домом было написано «Осторожно, злая кошка!» и заходите на цепи, она сидит, вот, и не пускает там, и так далее. То есть вот животные, они все искренние, если щука, она съедает карася, она себя там не мучает, блин, что же я наделала, а у него же детки, то вот люди, такие интересные вещи, из-за того, что у них уже так расширенное эго, могут себе врать, могут другим там что-то, какие-то маски носить, пытаться там что-то там другое транслировать, вот. И те люди, которые уже сейчас понимают, что чем ты откровеннее, чем ты честнее, чем ты расширеннее, чем ты начинаешь вот лучше видеть, не искажать реальность, очень важно, начинаешь видеть, то тогда у тебя происходит дальше расширение, дальше, и получается, твой вот этот мозг, он начинает расширяться до, ну, понятно, наверное, это даже недостижимо, начинает расширяться до уровня осознания души. То есть вот раньше когда-то я думал, такая у меня была идиотская, не знаю, откуда она у меня была, идея, что вот, а, что там она, эта душа, что она там, она, во-первых, ничего не весит. Вот, я рассказывал уже где-то в одном из своих роликов, вот, представьте там, когда вы во сне, то вы воспринимаете эту реальность, у вас же глаза закрыты, и вы в этот момент там почти не пользуетесь ни слухом, там, ни обонянием, ни осязанием, там, и так далее. То есть вы находите в каком-то другом портале, и вам кажется, что там все равно это вы, да, вы ходите, общаетесь, там какие-то разговоры происходят, вы слушаете, транслируете, чувствуете там что-то, а на самом деле вы спите. И даже если вы там убили, там что-то вам сделали какое-то, да, вы когда просыпаетесь там, и подумайте, ой, хорошо, что это было во сне. Но вы понимаете, что в этой физической реальности, вот в том состоянии, в котором вы сейчас это слушаете, что здесь вы более остро воспринимаете, там, слух, зрение, осязание, обоняние и так далее. Что во сне вы как бы так вот запакован, можно так сказать, да, вы не так все это прям, не так многомерно, не так глубоко воспринимаете. То, вот эта разница между то, что вы считаете, что вы бодрствуете, и когда душа выходит из тела, там уровень запредельный какой-то, то есть душа там распаковывается в тысячи раз, то есть получается, те скорости, восприятие, чувствительности, понимание там, глубины, вот в том состоянии, и когда душа опять в теле находится, разница как вот между сном и реальностью, там, можно сказать, в разы отличается, да, вы все равно там как бы, ну, не так, как вот в реальности, да, если здесь все равно в разы отличается сон и бодрствование, то фактически вот это наше бодрствование, и для расширения души, это вот мы сейчас тоже спим вообще на самом деле. То есть там уровни запредельной чувствительности, скорости обработки, понимания, осознания, то есть как с нами общаются вот божества, они общаются с нами исключительно телепатически, то есть ты просто задаешь вопрос, тут же ответ, вопрос, ответ, и они тобой же, с тобой же разговаривают, и ты понимаешь, что это вообще не твои мысли, потому что у тебя, ты даже не знал, как мыслить на эту тему, что для этого нужно там, и ты бы вот в реальной сознанке даже бы никогда и не задавался такими вопросами и так далее. То есть это вот сто процентов оттуда ты тоже какую-то вот зазипованную информацию можешь принести. Ну, в общем, то, что сделал Илон Маск, мы уже все знаем, что он построил буквально недавно гигафабрику, то есть это самый большой завод в мире за сто дней под ключ. Вот, ну, представьте, допустим, я вот живу в Липецке, у нас Новолипецкий металлургический комбинат, он строился, расширялся там всем миром за несколько десятилетий, он сначала был там Новолипецкий металлургический завод, теперь он комбинат, а это построено самое большое предприятие на планете Земля по производству там всяких батареек, автомобилей вот этих Тесла за сто дней гигафабрика. Представляете, какие ресурсы людские, финансовые, там интеллектуальные и так далее. Вот. Как-то так. Мы можем либо расти, развиваться, познавать, либо как дохлый какой-то носок, как использованный предохранитель, так сказать, жить просто вот там, доживать, донашивать. Я очень рад, что я вот сейчас соприкасаюсь с такой инфой, такой глубиной, такими частотами, причем я слышу про меня, люди там чего начинают говорить. Ну, про меня всегда говорили, потому что я шел впереди своего окружения. Я понимаю, что я до действительно серьезных людей сильно не дотягиваю, я прям, бывает, даже того же Павла Дмитриева, там, перезадаешь на вебинаре, там, либо пишешь. И потом, когда он начинает твой вопрос зачитывать, ты понимаешь, насколько ты тухлый, насколько ты дешевый, насколько ты, у тебя ты схлопнутый. Тебе казалось, что ты пишешь какой-то гениальный вопрос, а потом, когда, во-первых, он его читает, и ты уже понимаешь, что что-то, блин, как-то такой тухлячок, пока... То есть я понимаю, насколько человек уже ушел, там, вот эти вопросы им решены десятилетия, наверное, даже назад. И то, как он на них отвечает. И еще и понимаешь, что ты даже не все догоняешь. То есть есть люди, на нашей плане, настолько расширены уже сознанием, что ты вот даже слушаешь этих людей, а понимаешь, там, на 3-5 процентов. И вот, с одной стороны, я как-то себя тешил, что я тоже как-то роза в навозе, да, там, ну, какие-то вещи тоже более расширенно принимал, чем большинство людей, которые там просто живу. Как вот есть вот эти четыре уровня, да, неосознанная некомпетентность. То есть ты даже не понимаешь, чего ты не понимаешь. Ты просто вот там поел, потрахался, там, поспал, на работу сходил, счета заплатил, там, кому-то там с кем-то интеллектуально, там, посражался, там, поспорил. Ну, вот так вот большинство людей. Потом есть осознанная некомпетентность. Это когда ты понимаешь, блин, что-то я, наверное, что-то вот я как-то, чего-то я, куда-чего, а как, а, и так далее. Вот такие какие-то уже бдения какие-то происходят. Вроде бы ты понимаешь, что в школу даже ходил, институт некоторые заканчивали, да, а все равно ты многие вещи не понимаешь, и начинаешь теперь понимать, блин, а я и это не знаю, и это я не умею, и вот это не могу. И вот здесь у меня выучена беспомощность, и здесь у меня выучен дебилизм. Потом следующий уровень, это осознанная компетентность. Это когда вот ты садишься там за руль, например, да, ты сначала, вот, да, неосознанная, ну, как, осознанная некомпетентность. Ты пассажиром ездил всегда в машине, да, видел, что что-то там куда-то рулят, мне дочь иногда как-то несколько лет назад спросила, а как, говорит, машина понимает, куда ты будешь поворачивать, вот эти вот поворотники включаются. Ну, то есть вот на своем уровне человек вот таким образом мыслит, да, думает, что машина должна понимать, куда человек хочет повернуть, а это водитель просто нажимает рычажок, куда он хочет поворачивать. И вот ты ездишь пассажиром, и видишь, ну, вроде бы все так вот понятненько, да, куда надо чего нажимать. А потом ты начинаешь сам, когда учиться на... стать водятелом, да, понимаешь, что есть какие-то правила, что есть там знаки, есть регуляторы, всякие там светофорные, пешеходные переходы и так далее, есть зеркала. И вот когда ты садишься за руль, и на тебя обрушивается, то есть тут столько информации, да, пешеходы, переходы, зеркала, скорости, покрытие, время года, уровень там резины и так далее, и так далее. Тут куча надо информации, оказывается, на бессознательном даже уровне уже. И ты сначала переживаешь... Я помню, когда я первые дни сел за рулем, я чуть бабку не сбил, перепутал педали, увернул от нее, перепрыгнул через бетонный бордюр, хорошо он оказался высоким, и машина моя повисла на этом бетонном бордюре, хорошо я не въехал в пятиэтажный дом, квартиру в котором снимал. То есть прямо поблагодарил. Вот так вот я начинал ездить, да. Сейчас у меня уже, когда за плечами там больше миллиона километров, потому что я за рулем там с 95-го года, это сколько же лет? Скоро 30 лет, кстати, как я за рулем. И у тебя сначала получается осознанная некомпетентность, то есть ты понимаешь, что ты правила не знаешь, как тебе здесь... Потом ты начинаешь как-то там с трудом, кучу сил тратишь, а потом у тебя получается неосознанная компетентность, ты даже не паришься, что там ты едешь, по телефону болтаешь, какой-то ролик слушаешь, тут тебя подрезают, там что-то происходит, что-то нестандартное, выезжаешь, тут какая-то лужа, гололед, и ты, когда уже много это раз делал, то ты неосознанно правильно поступаешь, ты вовремя, ты понимаешь, что вот знаете, как говорит моя жена, надо думать за дураков, что может откуда-то что-то произойти, и получается ты едешь, не только оцениваешь ситуацию, что ты видишь, а ты еще и предполагаешь неожиданности, которые происходят, и вот когда ты едешь, не только то, что ты видишь, а еще и предполагаемые неожиданности, то есть тут может быть гололед, тут может быть уклон, тут может быть сильный ветер, который тоже может с машины сделать ой-ой-ой, ай-ай-ай, тут может кто-то выскочить, собачка, кошечка, лось у меня выскакивал сколько раз, Кабаны вылезали, косули бегали, чего у меня только не было там, да, за рулем И вот когда ты уже много раз это делал и думаешь за дураков Вот тогда ты начинаешь нормально, так сказать, безопасно долгие годы безаварийно ездить Ну, может быть, вот как-то что-то передал, какие-то чувства Понятно, что язык вообще не передает сильный смысл, потому что мало того, что я не могу все укомплектовать, упаковать, все, что у меня здесь, да Передать это не могу, потому что многие вещи, нет слов, как это передать, вот эти чувства Как вот чувства, например, вот ты почувствовал впервые там ревность А представьте, человек никогда не испытывал ревность Как ты можешь словами передать чувства? Нету вот этого всего А человек живет в первую очередь из чувств Весь этот неокортекс, он существует совсем недавно в телах, так скажем Поэтому пока еще нету ни слов, ни способов передавать Чувства можем только испытать И вот я тут сижу, вам что-то пизжу Я не знаю, как вы это поймете, как вы это примете Вот, поэтому единственный способ познавать истину только так Есть источник один, единственный, правдивый И вы можете просто к нему пытаться прикасаться И вот просто прикасаясь к нему, вы получаете истину Ни через книжки, ни через какую хрень Нету таких молитв, через которые к вам это придет Нельзя это Только касаясь Ничего, нет никакой книжки Которая вам это передаст, упакует Только прикосновения Причем это сделать в осознанке Практически нереально Как вот, например, человек с демоническим миром дружится через вот эти штучки Через сигареты, через наркоту Ну, трезвый человек, который не вступает в психотравмы, в конфликты Он с демоническим миром глубоко туда не проникает То есть, глубокие проникновения демонического мира происходит через трансовое состояние В первую очередь, отключение сознания через принятие спиритических сеансов То есть, через... Прямо на латыни так и звучит алкоголь, да Спирит Может быть, слышали White spirit есть такой, да Вот все это там дух Соответственно, залил Подключился Каждое такое залитие, подключение Ну и, соответственно, если есть, я уже говорил, три состояния Трезвое Демонический мир И туда В божественный мир Для этого тоже есть средства Которые принесли сюда жизнь Это споры грибов Они создали два царства жизни Флору и фауну Они не являются ни флорой, ни фауной Но из них произрастает и флора, и фауна И получается, фауна вся имеет собственное, там, так сказать, ДНК И родство с грибами И флора имеет собственное ДНК И связь с грибами Грибы отдельное царство А флора и фауна не скрещиваются, так скажем Ну, тоже есть, конечно, там общая ДНК Но животный мир все равно сильно отличается от растительного Наверное, уже много наговорил Короче, как я, получается, создал вот эту вот Дополнил, точнее, фразу Александра Степанова На интервью с ним Грибов вам в рот и гипнотерапевта в уши То есть, чем меньше у вас психотравм Тем на больших частотах вы вибрируете Тем больше вы связаны с высоким духовным миром Так скажем, с ангелами, да, с божествами Грибов вам в рот, гипнотерапевта в уши И если вы досюда досмотрели Тогда вы достойны расширений Вот, вы можете сначала стать розой в своем навозе А потом уже подружиться с божествами От всего сердца желаю вам этого Люблю душой души Служу Творцу, прославляя Его каждым днем своей жизни Служу Творцу